всем огромный привет сегодня небольшая распаковка-обзор ну и подготовка к зимнему сезону в этом году я решил себе приобрести шуруповерт и шнек потому как прошлой зимой очень сильные были морозы лед доходил до 60 сантиметров 67 сантиметров в отдельных местах где-то конечно потоньше и активный поиск рыбы и особенно окуня всем этим затруднялся но все это обострилась уже ближе к весне когда максимальный прирост льда на нашем водохранилище и соответственно он еще и начинает сыреть и этим усугубляется бурение льда модель называется хаймер дингер и это аналог японской макиты принципе практически один в один посмотрим как я уже говорил как он будет себя вести именно на рыбалке разумеется первый лет не ничто не покажут никаких показателей нужно ждать конец января и уже февраль к тому времени уже лед будет я думаю сантиметров за 25 около 30 а может даже и больше зависимости какая будет зима в комплекте как вы видели идет два аккумулятора я взял 4 ампер часа емкость по той причине что шестерка должна была идти из китая а четверка была непосредственно в россии пришло это все мне дело за 5 рабочих дней батарея литий-ионная 18 вольт мощность комплекте также идет вот такой зарядник так я еще не пробовал заряжать сейчас вместе с вами попробую зарядить так берется зарядник здесь вот есть как вы видите отверстие просто туда вставляется и начинается зарядка здесь горит красный сигнал как загорится зеленый то значит зарядка закончена или он погаснет комплекте друзья идет ручка которая накручивается вот сюда но думаю я и пользоваться не буду ну вернее буду пользоваться когда я буду шуруповерт использовать по назначению а так выглядит вот так вот в принципе держится вроде ничего это металл большая часть конечно здесь пластика идет корпус вот эта часть металл такой достаточно прочный толстый сейчас я ставлю аккумулятор защелкивание они уже были заряжены у меня начинаете крутить показывает уровень заряда батареи вот они на два деления горят то есть это где-то наверное думаю на середине у них мощность также обратную сторону на выкручивание но на закручивание вот так работает в комплекте идет небольшой мануал разумеется на английском только языке ну написано что допустимая работа по температуре 5-40 градусов цельсия но извините друзья покупал я его для других целей скорее всего буду делать на батарейке чехол какой-то такой может утеплен и так скажем чтобы все таки они меньше разряжались одну буду конечно на первое время по крайней мере брать с собой что непонятно насколько будет хватать одной батарейки насколько лунок ну и друзья сам бур разумеется он в кадр весь не попадет слишком он большой обратим большее внимание на сам переходник это тонаровский бур называется мото шторм диаметр 130 разумеется правого вращения и он в принципе сразу шел комплектом то есть сам шнек и переходник то есть это все продавалось комплектом также в комплекте шли несколько ключей и болтики и доп и запасная так скажем заворачивающаяся шпуля которая прикручивает переходник ну и типа в подарок идет еще вот такой молоточек у меня такой молоточек есть этот пригодится мне потому что тут уже откалывался я себе покупал отдельно но вещь тоже хорошая с первым буром я кстати сделал большую ошибку отбивал лед от бура шумовкой для льда для сбора льда и соответственно бур у меня царапался сейчас идут ржавчины с этим я уже так поступать не буду буду только специальным молоточком отбивать фирма тонар уже зарекомендовала себя в производстве буров тот бур у меня уже давно тоже с моей первой рыбалки никаких нареканий меня с моему ручному буру нет поэтому остановился тоже на этой фирме ну и так друзья будет выглядеть этот комплект и в конце будет идти бур кстати знающих людей которые уже пользуются как лучше транспортировать вести вот это отдельно и шнек отдельно или сразу весь комплект оптимальный вести то есть скажите вот хотел бы совет получить в комментариях если нетрудно напишите ну что ж друзья на этом все если будет интересно как будет себя вести данный комплект то подписывайтесь на канал зимой вместе с вами проверим ну и попутно вы параллельно со мной смотря мои видео будете видеть насколько хватает батареи хватает ли одной батареи будет ли он весь лед рыхлый влажный возможно с какой-нибудь водой такое тоже бывало на водохранилище в общем все вы увидите так что подписывайтесь на канал всем пока встретимся на рыбалке